Перевел и озвучил Абдоков Эльдар, специально для бежимания.ру Сегодня мы с вами разберем удушающий Клок Чоук, а также несколько вариаций для более опытных. Принцип Клок Чоук заключается в том, что вы берете захват поперек горла соперника и натягиваете отворот, а соперник в это время находится в черепахе. В исходном положении Ричи закрывается в черепахе, правой рукой я должен схватить его дальний отворот. В идеале я помогу себе левой рукой, открою отворот и передам в правую руку. Сядь, пожалуйста, я покажу. Открываю отворот и передаю в другую руку, точно так же, как и в случае с любым другим удушающим. Просто когда он в черепахе, довольно сложно разглядеть, что же там внизу происходит. Коленом я обычно иду вот сюда, открываю лапел и беру другой рукой. Теперь мне надо положить свои ребра ему на затылок. Некоторые предпочитают делать высид, это также работает, но мне нравится делать вот такое движение и при этом натягивать отворот. Заметьте, эта рука свободна, так что ее нужно чем-то занять. Первый вариант, этой рукой вы контролируете его дальние запястья. Это может помочь пошатнуть его балансы и лишить точки опоры. Если у него сильные руки, то соперник может отжаться от татами и сделать удушку будет непросто, так что я могу убрать эту точку опоры и спокойно доделать прием. Так он просто будет проваливаться на одно плечо. И второй вариант. Этой рукой вы можете натянуть второй отворот. Смотрите, одна рука идет на дальний лапел, вторая берет ближний. Аналогичное движение тому, как вы делаете обычный лапел-чоук со спины. Только сейчас вы проводите прием сбоку. Одна рука тянет поперек, вторая тянет вниз. Когда вы натягиваете второй отворот вниз, он плотнее пережимает ему второй сонник. Еще раз. Левой рукой я передаю дальний отворот в правую руку. Правая рука берет глубокий захват. Левая хватает ближний ко мне отворот. Я переношу вес тела ему на голову и натягиваю отвороты. Теперь осталось лишь забежать ногами по кругу. Поэтому прием называется «клок-чоук», потому что вы идете как стрелка часов по татаме. Это были два основных варианта исполнения «клок-чоук», но вот вам пара более продвинутых вариаций, чтобы вам было с чем поиграться. Я в нужной позиции, беру отворот. Вторую руку некоторые кладут на тазобедренный сгиб. Это не дает сопернику возможности двигаться вбок. И дальше я также роняю вес на его голову. Еще одна вариация. Если он выставляет ногу в сторону, то я могу взять хороший андерхук. Дальше делаю высед или переношу вес тела на голову. Это очень сильная, мощная позиция, так вы полностью контролируете своего соперника. Ричи, ты говорил, эта вариация была в схватке Кенни Флориана против Шавлиня? Да, это было в ги. Шаолин тогда его усыпил этой удушкой, это было жестко. Да, это очень мощный удушающий, особенно с андерхуком под ногой. Так вы просто лишаете соперника любой постуры, и сопротивляться он попросту не может. Вот один вариант, который мне не нравится. На соревнованиях соперник может уйти отсюда, но все же. Исходная позиция. Тут, видите, этой рукой я натягиваю дальний отворот. Он перекрывает ему эту сторону шеи. Вторым локтем вы можете надавить на голову с другой стороны. В теории это должно работать, особенно если его правая рука заблокирована. Внешне похоже на какой-то удар локтем, но вы просто отдавливаете голову в сторону. Одной рукой тянете, другой толкаете. Проблема тут в том, что я не распределил свой вес на соперника. Если он постарается, то в принципе сможет вылезти отсюда. И в итоге вы окажетесь в плачевном положении, а он у вас за спиной, и теперь уже он будет делать клокчок. Еще один хороший вариант. Я не так много практиковал его, но это довольно хорошая вариация. Если вы взяли один захват, но противник начинает сильно зажиматься, и вы понимаете, что, скорее всего, вам не хватит сил завершить прием. Вы можете встать, и тут вам нужно переступить левой ногой через него и завести ее с той же стороны, где находится ваша рука. Теперь вам нужно упасть на левый бок, а левой рукой вы можете подцепить его вторую руку. Вот так. Классная и очень эффектная удушка. Если вы ее сделаете, то это будет отличным моментом для вашего хайлайта. Сразу заливайте ее в инстаграм, дайте мне знать об этом, или пошлите видос на имейл, и мы с Ричей его точно лайкнем и откомментим. Итак, это были базовые варианты клокчок, а также несколько более продвинутых опций, которые вы можете попробовать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...